Российский регион Адыгея. Здесь самый южный учебный авиаполк и экстремальный каньонинг, цветущий горный край, уникальные археологические памятники, загадочные дольмены, чьи тайны не удалось понять до сих пор. И, конечно, визитная карточка республики — вкуснейший адыгейский сыр. Так чем ещё удивляет Адыгея? Репортаж Анастасии Саховской. В солнечной Адыгеи погода почти всегда лётная. Тренировочные полёты — 80 часов в безоблачном небе. Это, можно сказать, проба крыла. Недавно начались практические занятия. Всего на время транспорта декурсанты совершают 250-300 вылетов. Самая южная учебная авиабаза России в городе Колыбели авиации. В Майкопе почти век назад был один из первых в стране аэродромов. А базирующийся здесь легендарный авиаполк, в войну более 7 тысяч боевых вылетов и 150 сбитых самолётов противника — теперь кузницы кадров для военно-космических сил. Они должны освоить самолёты Л-39. Это такие виды, как полёт по кругу первоначальный, полёт в зону на простой пилотаж, полёт в зону на сложный пилотаж. Инструктор должен ещё воспитать как человека, как личность, как офицера, когда не стыдно за него. И когда человек выберется из любой ситуации. Сергей Первак как раз из таких. Дальше капитан Капитан Первак, полёт по упражнению 7 готов. Потомственный военный — это не только знание, но собранность и мужество. Посадить истребитель, когда на третьем учебном вылете отказали датчики скорости. После училища, конечно, хотелось бы в боевой полк ознакомиться и овладеть новой авиационной техникой. Новые современные самолёты — это очень манит высота. А это уже другие полёты над каждым из 12 водопадов горной реки Русабга, что значит «бешеная». Самая яркая победа — это как раз-таки победа над собой, потому что человек преодолевает свои страхи. Страх высоты, страха бурного потока. Каньонинг — новый вид туризма и новые горные маршруты. Самые популярные — в Хаджокскую теснину, где между отвесных скал зажата непокорная река Белая, и в Свято-Михайловский монастырь, самый высокогорный на юге России. Сейчас в туристический сезон. Население республики фактически удваивается. Адыгея принимает 420 тысяч гостей в год, а могла бы до миллиона. Ожидания связаны с развитием нового направления — горнолыжного туризма. Прежде всего здесь, в районе знаменитого плато Лаганаки. Эти места просто созданы для катания. На склонах до сих пор снег. В небольшой Адыгее сразу несколько климатических зон. Огромный плюс для региона — лидера аграрной отрасли. Мы меняли структуру сельского хозяйства. Если это больше было зерновое, сегодня мы развиваем очень успешно садоводство, ягодное производство. Сегодня занялись овощеводством, плюс переработка. Майкоп в переводе — долина яблонь. И вот гектары молодых садов. Фруктом горный климат на пользу, ярче вкус и окрас. Только на этом заводе урожай яблок уже 8 тысяч тонн в год. От Питера до Владивостока, Сибирь неплохо работает, Урал, там тоже люди любят витамины. При этом Адыгея в зоне рискованного земледелия и грозовых фронтов. Град здесь бывает с куриное яйцо. Урожай под защитой городобойных установок. Чтобы заставить тучи пролиться дождём, по ним стреляют ракетами с йодистым серебром. Земля Адыгей богата и археологическими сокровищами. Долина моллюсков Аммонитов, живших в водах Древнего океана Тетис. Возраст нашей каменелости более 100-120 миллионов лет. А эти каменные сооружения привлекают туристов и учёных-археологов со всего мира. Древние дольмены до сих пор загадка. Кто их строил, как и зачем. Семейные склепы, обрядовые сооружения или детекторы землетрясений. Посмотрите, на Кавказе вот этот дольмен проставил более 5000 лет. Но во многих местах лист бумаги не просуньте между плитами. Разлом сделали грабители. Но грабители бестолков. В дольменах никогда не было ни золота, ни серебра. Здесь находят останки людей. Наконечки стрел, копии, фрагменты керамики. А это дольмен. Ася Яутых единственная в России женщина-злата-кузнец. Её работы хранятся в Эрмитаже. Воплощённая древность. Походный трон кочевников. Меч Акинак, прапрадедушка кавказских ножей. И майкопский бык. Копия самой древней находки на территории Евразии 7000 лет. Все сделаны по-археологическим. Пояса прониски, браслеты прониски. Вот браслет с пронисками, который закрепляется на самый древний вид застёжки. Кинжальчик, который продевается. Это майкопская культура. Адыги живут здесь с 5 века до нашей эры. Древнейший народ северо-западного Кавказа хранит традиции и язык. Кабархар. Новости на адыгском. С выпусками на русском делят эфир пополам. Около часа вещания в день. Аудитория в 150 тысяч человек смотрят и в столице, и в дальних аулах. С еда, чтобы с дымком вкуснее было, обязательно открытым огнём. По легенде, рецепт адыгейского сыра открыл юной девушке нардский бог Амыш. За то, что она в буре спасла целое стадо. Асланбич Псапитов из Кашихабльского аула получил его по наследству, но не раскрывает. Весь секрет в сыворотке, которая сквашивает молоко в считанные минуты. В несчастье и в радость везде без сыра никак не обходится. И жарит, и парит, и лепёшки. Всё делает с него. Единственный сыр, который можно жарить с характерным узором от корзинки из ивовых прутьев. Вкусный бренд республики. В прошлом году сварено 10 тысяч тонн. А это уже промышленный рецепт. По привлечению в регион инвестиций и по импортозамещению. Новый завод стройматериалов всего за полгода обеспечил потребность двух федеральных округов и Крым. Позволило нашим строителям за более выгодную цену покупать и строить наше жильё. Которое теперь, я думаю, будет более дешевле стоять. А ещё социальные и спортивные объекты. Вот новый центр борьбы и дзюдо. Школа имени Якуба Коблева, признанного лучшего тренера 20 века. Любовь к борьбе и состязаниям. Хуадыгов в крови. На певы далёкого детства, на мотив адыгских народных песен. Ансамбль «Исламей» слышал весь мир на закрытии Олимпиады в Сочи. И там же выступал ансамбль танца «Нальмес» в переводе «Бриллиант». Девушки в расшитых золотом и серебром сае национальных свадебных платьях. Парни в черкесках и бурках. Приветственный танец, рок изобилия и угощение на традиционном столе на трёх ножках. Он непременно круглый. Символ мира и того, что в Адыгее всегда рады гостям. Анастасия Саховская, Илья Налётов, Андрей Юрчук и Александр Евтушенко. Вести недели. Республика Адыгея.